Добрый день, уважаемые гости Пожарно-спасательного музея! Многие из вас сейчас находятся на дачах и загородных домах с печным отоплением, поэтому мы хотим вам рассказать о правилах пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей. Кирпичный или бетонный фундамент должен быть прочным и надежным во избежание перекоса и трещин в печи. Чтобы деревянные конструкции не нагревались от жаркой печи, изолируйте их. Для этого служат противопожарные разделки и отступка. Вертикальная разделка – это расстояние от печи до стены, размером 25 см, в длину кирпича. Горизонтальная разделка – это расстояние от внутренней стенки дымохода до перекрытия, размером 38 см, или полтора кирпича. Высота разделки должна быть больше на один кирпич, чтобы было видно, где она заканчивается. А вот этот воздушный промежуток – отступка. Расстояние между печью и стеной не менее 26 см. Если печь стоит ближе, оградите деревянную стену кирпичной кладкой, азбестовым картоном или строительным войлоком, пропитанным длинным раствором. От попадания искр и горящих углей на пол защитит исправная дверца и плитопочный металлический лист размером 50 на 70 см. Самая пожароопасная в печи – дымовая труба. По ней проходят горячие газы с раскаленными искрами, что создает угрозу пожара. Поэтому труба должна выступать над кровлей. Для защиты от осадков установите зонд, не препятствующий свободному выходу дыма. От наружной поверхности дымовых труб до деревянной части стропилы и обрешетки следует оставлять воздушный промежуток на расстоянии 13 см. А чтобы осадки не попали на чердак, можно защитить металлическим листом. Обязательно проверьте противопожарное состояние печи и соблюдайте простые правила. Чистите дымоходы от скопившейся сажи. Замажьте трещины печи в дымоходе раствором из глины и песка. Подберите. Топите печь 2-3 раза в день, не более полутора часов. В жаркую погоду такие печи не терпеваются. Нельзя применять дорожника, бензин и другие горючие вещества. Держите свободный притопочный лист от дров, щепы и мусор. После топки поместите горячие угли в металлическую доплость и обязательно забейте их в воду.